Добрый день, друзья! Сегодня готовим знаменитый, известный и очень вкусный ореховый торт Эстерхази, но не классический. Сегодня будет два варианта интерпретации этого торта. Первый вариант Эстерхази по рецепту известного венгерского кондитера из Будапешта Фаркаша Вилмаша. Второй вариант исключительно моя интерпретация, как я его называю, темный Эстерхази. Начнем с варианта Фаркаша. Пропорция простая. Нам понадобится по 100 грамм грецких орехов, сахара и белка, столовая ложка муки и щепотка соли. Этот торт я буду делать небольшой, на компанию из 3-4 человек, весом приблизительно 500-600 грамм. Если вам его маловато, смело умножайте все ингредиенты на 2. В первую очередь нам необходимо измельчить грецкие орехи. Я периодически их перемешиваю и свяжу, чтобы они не превратились в маслянистую массу. Видите, как только они начинают сильно комковаться, достаточно. Муку мы не сможем получить, но максимально мелко измолоть нужно. И важно ни в коем случае не допустить состояния, когда орехи будут начинать превращаться в пасту. То есть выжиматься вся масляная часть. Этого не нужно. Отправляем в орехи муку. Она, кстати, и нужна, чтобы впитать все-таки чуть-чуть, но выделившееся масло. Далее необходимо взбить меренгу. В белки отправляем соль и взбиваем до устойчивых пиков. Иногда рекомендуют взбивать до мягких пиков, но я рекомендую до плотных. Постепенно добавляем сахар к порциями за 2-3 раза и взбиваем в крепкую устойчивую массу. И перемешиваем меренгу с орехами. У меня будет 5 коржей диаметром 12 см. Они у меня умещаются на один листик. Я уже сделала разметку и распределяю тесто поровну, разравнивая по диаметру размеченных кружочков. Можно это делать прямо на листике, но на темном фоне не видно разметку. И чтобы вам показать, я это делаю на столе. Листик легко перетягивать на противень, поэтому не стоит этого бояться. Тем более, если у вас не умещаются все коржи одновременно, вам придется их все равно распределить изначально по пергаменту и потом перетаскивать. Оставлять тесто просто в деже миксера нельзя. У меня немножечко сомкнулись коржи, это не страшно. Я их разрезаю вместе с тыка. Можно их обрезать ровненько, но я предпочитаю выравнивать кремом. Пока коржи отдыхают, займемся его приготовлением. У меня 180 мл молока, 2 желтка, 40 г сахара, это 2 столовые ложки, 1 столовая ложка крахмала и 80 г сливочного масла мне понадобится. Еще можно взять ванилин и коньяк. Масло пока убираю в холодильник и готовим заварную основу. Желтки смешиваю с крахмалом. Немножко развожу молоком из общего количества, чтобы масса была жидкой. Остальное молоко отправляю в кастрюльку, даю закипеть. Добавляю сахар и снова даю закипеть. И тоненькой струйкой вливаю яично-крахмальную смесь. На этом этапе нужно обязательно все время мешать, чтобы масса не пригорела, пока она полностью не загустеет. Накрываю крышечкой или пленкой в контакт и даю остыть. Мягкое масло, которое было при комнатной температуре, взбиваю миксером, добавляя в несколько приемов заварную основу. Обычно за 2-3 раза. Каждый раз взбиваю массу до однородного состояния, после чего только добавляю следующую порцию. Это классический крем-дипломат, который подходит для множества тортов. Поэтому для вашего удобства он есть на моем канале отдельным видео. Ссылочка на него будет внизу в описании. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь и нажмите колокольчик, чтобы всегда быть в курсе о выходе новых вкусных рецептов. Праздники не за горами. А мы займемся сборкой торта. Кстати, крем можно приготовить до начала выпечки или во время выпечки, чтобы процесс шел быстрее. На тарелку я отправляю капельку крема. Это не обязательно, но это удобно, чтобы торт по тарелке не скользил. На каждый корж я отправляю приблизительно по столовой ложке крема. Распределяю его тонким слоем. Часть крема должна остаться для боковинки торта. Следите за этим. На верхний корж я отправляю совсем чуть-чуть крема, буквально, чтобы забить поры. В классическом варианте верх покрывают абрикосовым джемом. Я этого не делаю. Насколько я помню, в рецепте венгерского кондитера этого пункта тоже нет. Оставшимся кремом покрываю бок, параллельно его выравнивая. Если крем достаточно жидкий, в комнате тепло очень, он все равно застынет в холодильнике. И подровнять можно будет потом. Отправляю торт на пропитку и застывание. На это уходит часа 4, но я обычно отправляю с вечера до утра. Для боковины я приготовила тот же грецкий орех, только немножко его обжарила и измельчила чуть крупнее. Глазировать и декорировать паутинкой я буду шоколадом. На торт такого размера мне нужно 40 грамм шоколада и 20 грамм сливок. Я их смешиваю. Беру емкость с горячей водой. Опуская вот таким образом черный шоколад, который нужен для паутинки, я взяла на глаз его, ну приблизительно грамм 20 может. Сверху отправляю шоколад со сливками и растапливаю, перемешиваю. А параллельно с этим в пакетике растопился и черный шоколад для декора. Я его сгоняю к краешку, после чего отрезаю кончик совершенно маленького диаметра. Мой торт застыл. Отправляю на него растопленные сливки. И сейчас я развею ваши страхи по поводу паутинки. Я намеренно наношу хаотично, не выводя концентрические круги. Берем зубочистку и рисую паутинку, опять же не соблюдая правильных направлений. Как правильно я покажу во втором варианте. И как вы видите, даже делая не очень правильно и не очень стараясь, все равно получается довольно красиво. То есть испортить ее практически невозможно. О неровности заметит только специалист, кондитер. И уж точно не ваши домашние. Торт в любом случае получится красивый и аккуратный. Поэтому совершенно не бойтесь и не стойте над этой паутинкой, трясясь, выводя каждый круг, вымеряя одинаковое удаление друг от дружки и равные диаметры. В этом нет необходимости. Поэтому я вам продемонстрировала это наглядно. И пару слов о глазировке. В классическом варианте шоколад не используют. Для глазировки используется сахарная помадка, похожая на ту, которой заливают пасхальные куличи. Я не помню, как в венгерском рецепте глазируется, но по-моему тоже помадка не используется. За это я точно не скажу, но я ее не люблю. Так гораздо вкуснее. Сам торт изначально готовился исключительно на миндальной муке. Но впоследствии он превратился в ореховый торт. И готовится и на миндальной, и на фундучной, и на муке из грецких орехов. Как в этом случае. И я вам скажу, этот вариант мой самый любимый. Надеюсь, станет и ваш. Обязательно напишите об этом в комментариях. Буду рада. И задавайте ваши вопросы. Отдельное спасибо за ваши лайки. А у нас впереди еще второй вариант. Темный эстерхази. Коржи в этом торте абсолютно ничем не отличаются. И готовятся по тому же рецепту. Его отличия в креме и глазировке. Этот торт я пекла больше. Он уже килограммового веса. В этом варианте у меня 6 коржей диаметром 16 см. Я их пекла уже в 2 этапа. Выпекаем коржи при температуре 160-170 градусов приблизительно 20 минут. А чтобы убедиться в готовности, аккуратно нажимаем пальчиком. И если не образовывается провал, а корж пружинит, значит он готов. И займемся тем самым отличительным кремом. Это карамельно-ореховый дипломат. Для него нам понадобится 150 мл молока, 3 желтка, ванилин, 75 г сахара, 180 г масла, вареной сгущенки 60 г, 30 г коньячка и 50 г орехов. Коньячок, масло и сгущенку пока убираем в сторонку. Займемся заварной основой. Молоко отправляем подогреться. И тем временем смалываем максимально мелкую крошку грецкий орех. Сахар отправляем к желткам и взбиваем все в пышную белую массу. Тонкой струйкой вливаем закипевшее молоко, продолжая все это перемешивать миксером. Готовую массу переливаем в кастрюльку и отправляем увариваться на огонь. Во время уваривания все время нужно мешать, чтобы желтки не свернулись. Обратите внимание, ни муку, ни крахмал здесь мы не добавляем. Заварная основа получится довольно жидковатая. Как только масса закипела, отправляем к ней смолотые орехи и тщательно перемешиваем. Видите, вот такая она выходит. Даем ей остыть. И как только заварная масса остыла, начинаем взбивать масло со сгущенкой. И масло и сгущенка должны быть мягкие комнатной температуры. Когда масляная часть полностью взбита, начинаем небольшими порциями добавлять заварную основу, каждый раз хорошенько вбивая всю массу до однородной консистенции. И когда крем полностью готов, в конце добавляем коньяк по вкусу. Я из 30 грамм немножечко недолила, недостаточно. На вид крем кажется жидковатый и больше похож на пломбир, но в холодильнике он очень хорошо стабилизируется и становится достаточно плотным, как обычный дипломат. И покажу вам еще один вариант сборки. Если вы не уверены в своем глазомере, переживаете, что крема не хватит, вы не сможете его распределить равномерно, просто разложите коржи сразу на столе, распределите крем поровну и оставьте на боковинку уже на глаз. Так будет надежнее. А дальше просто тем же способом собираем коржи, отправляя друг на дружку и равномерно распределяя нанесенный крем. Верхушку точно так же покрываем слегка-слегка. Дальше все повторяем точно так же. Рецепт глазури абсолютно тот же. Заменяем белый шоколад черным. Его нам понадобится чуточку больше, 50 грамм. И теперь паутинка. Здесь я ее наношу уже как положено. Проводить нужно не по диагонали, а как вы видите, сначала навстречу друг другу, к центру, а потом наоборот от центра. Вот так получается рисунок правильно. Правда, я немножечко смазала в центре цветочек. Так бывает. И как вы убедились, правильность нанесения заметит только профессионал. Какой из вариантов получается вкуснее, я вам не отвечу. Могу сказать так. Один вкуснее другого. Нужно пробовать. Пробуйте, отписывайтесь. Всем приятного аппетита. Я бы сказала, приятного чаепития. И до новых вкусных встреч. Субтитры сделал DimaTorzok